Всем доброе утро, мои дорогие. У нас на часах примерно 7 утра я пришла открывать курочек. Уже насыпала им в кормушке комбикорма. Бегут детишки. Все, как всегда, в сборе. Всё, открываю. Сможешь открыть? Ага, клюют голодные куры. Давай, быстро, открывай. Оп, давай, 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 не бойся. Клюются. Помогать? Чуть-чуть осталось капельку, давай. Тяни. Ура! И сразу побежали кушать, побежали. Сейчас мы ещё воду поменяем, там уже мало осталось. Хотя вот так вариант идеальный, потому что водичка всегда чистенькая остаётся. Сейчас долью просто и всё. Всё, побежали кушать. Со вчерашнего дня ещё кукурузу рассыпали, осталось. А утром я даю им комбикорм. У меня южная корона. У этих курочек уже рост. У малышей маранов старт, а у лебарчиков рост. Вот такие красавчики. Ага, Тигран сейчас поймает. Вот, как всегда, Тигран любитель курочек. Да они кушают, зай. Вот они добрые, знаете. А вот я сейчас уже вижу, что лебар с мараном очень сильно отличаются. Мои лебары, они очень добрые прям. И они ночью спокойно спали, не чирикали. А мараны более суетные, и мне кажется, будут более такие, не то что злые, но мне кажется, вот такие ручные они не будут, как мои лебарчики. Мараны более, наверное, будут не даваться в руки. Вот так. А эти, вон, Тигранчик аж двух взял. Отпускай! Они кушать хотят. Всё, не надо, не приставай. Ой, любит, любит, Тигран, любит. Да, с маранами так не поиграешь, мне кажется. Пошли, всё. Ну и очередь, конечно же, маранчиков. У них утренняя уборка. Мы их убираем в небольшой тазик, убираемся, потом обратно их вложим. Да, мои малявочки? Пи-пи-пи, пи-пи-пи. Идите. У них такие красивучие, смотрите. На лапках пёрышки растут, не хочет фокусировать. Суперские просто, лапусти у них теперь красивые. Ой, давай, Баграшин, положим. У меня тут помощник, как всегда, Баграм собственной персоной. И вот такие наши маленькие колобочки чёрненькие. Как мне, многие написали, что они похожи на пингвинчиков. И сам Андрей, кстати, называет их тоже пингвинчиками. Из-за их расцветки. Кстати, у цыплёночка, которого я спасала, всё-таки уже отвалился этот пупочек. Вот, его можно узнать только вот теперь по вот этим крылышкам. Вот, бровки, видите, какие? Почему же так плохо покусили? Мои детки так же, как и цыплятки вечно. Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи. Смотрите, что они делают. Всё рассыпали, всё рассыпали. Не удалось вам показать, где этот цыплёночек. У него беленькие крылышки. Он самый такой худенький и высокий. Смотрите, я его даже теперь уже потеряла. Вот, красавчик. Всё, видите, абсолютно пушистый, хороший животик. Всё зажило. Вот так и славно. Классный, классный вообще. Такие красивые у него бровки. И он самый высокий такой, самый худенький. Вот, смотрите, наверное, будет петушок. Остальные такие уже колобочки, колобочки прям. И уже и на вес, знаете, так вот берёшь, они уже такие увесистые. Крылья какие у нас, посмотрите, выросли. Супер просто. Обожаю их. Классные. Не прошло и минутки, а у нас уже накакунькали. Зато ножки какие-то, смотрите, красивые становятся. Вообще обалденные. Кстати, не у всех, видите? Вот. Не у всех будут такие пушистенькие. Вот, видите, тоже будут пушистенькие лапки. Ой, класс. Всё, раскидали уже. Всё, они тут ковыряются, копошатся. Ну, кстати, водичка мне очень понравился. Такой способ. Вода всегда чистая. И вот, правда, в ближайший же зоомагазин заеду. Куплю побольше, потому что приходится часто доливать. Менять нет, а доливать часто приходится. Потому что пьют много, едят тоже много. Мне кажется, даже больше, чем мои ликбары. Не знаю, почему мне так кажется. Хотя их восемь. Я думала, они как-то будут меньше кушать. Но нет. Они прям нормально кушают. Такие пупсики уже колобочки. Ну, всё, мои дорогие. Собачек покормила, выгулила. Курочек открыла, покормила. Цыпляточек покормила. Убрала. Всё сделала. Осталось только посидеть теперь с красавчиком-каранчиком. Он так любит телефон, что снимать его просто невозможно. Он всё время пытается залететь на телефон. И что-то там вот в телефоне попытается найти, поиграть. Я не знаю, что он там делает. В общем, вот такой мой красавчик. Мы с ним частенько так гуляем. Просто, ну, не знаю, для меня это как-то уже, наверное, обыденность. Я его особо не показываю. Но вот такой у меня красивый ручной попугайчик. Ещё и разговаривает. Да? Не знаю, порадует он нас каким-нибудь словечком, что тут... Скажет, привет. Привет. Молодец, коренчик. Скажет, как дела? Отлично. Как дела? Коренчик, скажи, как дела? Иди-ка. Ну, иди. С телефоном есть такой. Птичка, молодец. Нет, он на телефон. Привет. Молодец. Привет, солнышка. Такой сладкий. Ну, коренчик. Вот как его снимают, да? Зрители говорят, вот, коренчика давно не показывала. Снимать невозможно. Он всё время на телефоне сидит. Да? Ну, скажи что-нибудь. Скажи. Как дела? Отлично. Молодец. 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 Немножко в таком формате вам поснимают. Надеюсь, вы не против. Ну, иди-иди. Динозавр. Да, динозавр. Молодец, коренчик. Да, сигару. Ты сигару? Да. Молодец. Ой, коренчик любит зрителей. Разговорился. Иди-ка мне. Красивый коренчик. Извиняюсь за такую съёмку, конечно. Но с нашим коренчиком. Только так. Корен. Бесполезно. Он на камере. Он это больше любит. Сейчас еще коренчика поубираюсь, покормлю его. И сегодня даже сделаем ему ванночку. Пусть поплавает, распушится её кёршку. Вот. И насладится, да? Покажу вам сейчас, какой у нас коренчик купается. А вот еще за что я ругаю коренчика. Ага. Обожает сидеть на орхидейках. Причем на орхидеи попугай. Но он обычно вот сюда на веточку садится. А то прям на листик. А потом остаются такими следы от когтей. Вот так. Чтобы коренчик купался, мы ему наливаем в такую вазочку водичку. Здесь, ну, не знаю даже, примерно полтора сантиметра, наверное, водички. И добавляем туда листики. И он с удовольствием купается. Вода обязательно тёплая, питьевая. Потому что коренчик пьёт, когда купается. Вот. Здесь у нас одуванчик. Ну, если есть петрушка, морковочка, он отлично купается. Петрушка, дядя. Мам, он пьёт водичку у коренчик, он какит и всё. И мама убивает и морет, и потом стояет. Он платает как, и мама так морет. Спасибо, сынок. Прокомментировал. Вот. Так что коренчик, смотрите, как любит купаться. Ну, вы знаете, конечно, времени нету с ним так всё время сидеть. Но раз в недельку мы ему делаем такую кайфушку в виде купания. Вот. Можно, конечно, и листики не добавлять. Ну, как-то он так быстрее, знаете, заходит в воду, может быть, на яркий цвет, да, зелёненький, оранжевенький, если там морковочка. И он так как-то быстрее, не боится, сразу купается. А если просто вода, он как-то так присматривается, присматривается. Комментаторы мои. Карен всё, что ли? Искупался? Да. Ну, и пока живём в конце нашего кс-кс-кс. Не убегай, чёрного котёночка. Баграм назвал его Лайк. Хотя я не знаю, это мальчик или девочка, и почему-то мне больше кажется, что это девчонка. Кс-кс-кс-кс. Баграм насмотрелся мультиков других блогеров, и там котёнка тоже чёрненького зовут Лайк. Поэтому он этого тоже назвал. Говорит, ничего не знаю, чёрный, значит, Лайк. Всё. Встретался, машина едет, испугала его. Всё.